Человек может все сказать Аллах не спослал сразу его слова وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثли ما عقبتم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين Если вам вредят тогда вредите их поскольку они вас вредили Вредите их наказывайте их поскольку они делали для вас вред ولا تعتدوا и не занимайтесь угнетенем над другими Аллах не любит несправедливость и несправедливый وإن الله لا يحب المعتدين Смотрите, такой уровень наш ислам наша книга миссия пророка и пророк из подвижника насколько они справедливы все, слушали этого значит все не будут они заниматься несправедливостью знаете почему? потому что угнетение это самое тяжкое преступление как до этого я вам сказал слово Аллаха который нам рассказал пророк о о мои раби я запретил для себя какой-нибудь вид угнетения и сделал этого запрещено среди вас не угнетайте друг друга пророк до такой уровня сказал малба угнетаемого человека поднимается на небо до Аллаха без никаких препятствий даже если этот человек угнетаемый даже если он кафир неверный даже если он неверный допустим я хожу по дороге видела одна женщина старуха неверная я издеваюсь над ней она подняла руки и сказала ой господь наказывай этого человека за то что он издевается над мной над мной этот ее малба поднимается до Аллаха до неба через небо без никаких препятствий и Аллах скажет эту малбу я буду вас слушать даже если после некоторое время то есть она если просила Аллаха наказывать этого человека который над ней издевался несмотря она неверная Аллах говорит я буду тебя выполнять это просьба и эта молитва если не моментально значит не потеряется после несколько времени сколько не было я буду выполнять смотрите угнетение потому что золом не разрешается ни в коем случае ни над себе ни над человека верующего и ни над неверных и ни над даже ни над животными не разрешается потому что все это джизин это все вселенные именно стоит на основании справедливости и милости Аллаха справедливости и милости Аллаха поэтому правильно шариат справедливая но милость Аллах всегда старается чтобы мы относились друг к другу на основании милости не основании справедливости если ты убивал моего брата или моего отца Аллах дает мне возможность убивать тебя человек убивает человека нарочно специально дрались и взяли и убивали его этот убийца государство его поймает государство сама не имеет права его убивать только если только если родственники убитого человека говорят да мы будем его убивать они могут давать слово да убивать и могут давать слово нет простит Аллах что говорит то есть над убийцем для родственников мы давали возможность они могут его убивать и могут не убивать и лучше простить его и лучше простить вот это закон шариата это закон шариата таким образом и сподвижники занимались это когда кто-нибудь убивает их родственник нарочно специально произвольно они простили многих потому что они знали что это от учения пророка правильно справедливо нужно но милость в отношении людей лучше и Аллах больше любит подошел один человек к пророку пророк сказал вот это убили двоего отца возьми его то есть возьми его или убьешь или прощаешь он уже взял свой нож значит решительно хочет его убивать пророки сказали два слова сказали если его убьет он становится как он он становится убийцей тот который хотел резать уже прекратил резать он думал становится убийцей то есть будет тоже его убивать но он становится убийцей потому что факт есть факт это убивал ты тоже убивал но он убивал нарушением ты убьешь двое права но факт одной убиваешь поэтому он испугался и не убивал пророк не имел ввиду значит ты будешь преступником имел ввиду факт ты тоже убьешь и надо чтобы человек не тренировался и не не чувствовал себя хорошим когда убивать или думать я до этого вам рассказал пророк всегда старался чтобы люди были справедливы на самом деле в отношении ответа когда нужна справедливость и справедливость весь вселенный на это и обоснован но милость Аллах лучше и больше любит один последний момент насчет справедливости пророк до такой уровень нам даже в отношении к еде сказал мы должны быть равномеренны умеренны средину соблюдать что сказал сказал смотрите справедливость в отношении себя не только в отношении других он сказал у человека самый плохой юмкость что можно его заболнять этот живой старайся не заболнять его до конца для человека хватит несколько кусок хлеба и глоток воды а если необязательно делать или вынужден делать или необходимо делать или без этого не можешь обязательно ты должен кушать он говорит тогда двое живут делай на три части одна третья для хлеба для еды одна третья для воды одна третья последняя для воздуха дышать чтобы возможно могли дышать смотрите справедливости до какой уровень даже в отношении самому себе поэтому пророк в достоверном в хорошем хадисе говорит угнетение у Аллаха три вида угнетение в отношении себя вот таким образом если кушаешь много и не можешь двигаться это ты уже угнетение в отношении себя делишь это Аллах простит но на тебя будет влиять второе угнетение в отношении других я украл от него издевался над ним насмехался и так далее это Аллах простит после того когда человек который как у нас что сказать пострадавший если прощает тогда Аллах тоже простит я отнял от него деньги или взяли в долг и не вернул Аллах меня не простит от него не простит не простит Продолжение следует...